Треть жителей России самым опасным видом транспорта считают воздушный. Однако цифры статистики утверждают совсем иное. В автомобильных авариях за год в мире погибает до 30 тысяч человек, что в 10 раз больше, чем в авиакатастрофах. Ситуация на дорогах Славинского района по-прежнему остается напряженной. С начала года произошло 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 135 человек. 12 погибли. С началом курортного сезона ситуация еще больше обострилась. Транспортный поток у нас увеличился кратно, с тем учетом, что Славянский район является стратегическим направлением к Козово-Черноморскому побережью. Люди едут как и по направлению в Крым, так и в Геленджик, Новороссийск, на Сочи, на Туапсе. И многие отдыхающие едут именно этой дорогой через Славянский район. Соответственно, возникают большие заторовые ситуации у нас в районе Кутара-Коржевского и Тимрунского района «Светлый путь». В связи с чем у нас есть разработан такой маршрут выходного дня, когда мы выставляем наибольшее количество сотрудников для того, чтобы осуществлять регулировочные распорядительные действия, для избежания заторов, оказания помощи участникам дорожного движения, в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий, для того, чтобы оперативно оформить дорожно-транспортное происшествие, убрать с прежней части и не создавать заторовые ситуации. Для снижения аварийности на дорогах сотрудниками ГИБДД принимается целый ряд профилактических мер. Регулярно проводятся акции по безопасности дорожного движения, профилактические операции, например, автобус, внимание, дети, ребёнок, главный пассажир и ряд других. Но все эти мероприятия не принесут положительного результата, безответственного отношения самих участников дорожного движения к данной проблеме. Особое внимание сотрудники ГИБДД призывают обратить на безопасность детей. Огромная просьба к родителям следить за детками, не допускать их бесконтрольный выход на проезжую часть, передвижение на велосипеде, особенности на мопедах. Зачастую у нас сейчас детки стали летом попадаться, потому что не имеют права управления, а родители своему чаду подарили на лето мопед. Это может привести к последствиям, очень серьёзным последствиям. Поэтому призываю участников дорожного движения уважать друг друга, соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни, жизни своих близких и других участников дорожного движения. 3 июля в нашей стране отмечается День сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Несмотря на профессиональный праздник, госавтоинспекторы дежурят на дорогах, обеспечивая соблюдение правил дорожного движения и безопасность водителей. Хотелось бы от себя поздравить коллег, ветеранов с данным праздником, пожелать всем счастья, здоровья, семейного благополучия, всегда возвращаться домой здоровыми, с хорошим настроением, пожелать здоровья семьям, терпения тем, кто ждёт дома. А водителям хочу пожелать безаварийной езды, соблюдения правил дорожного движения, уважения других участников дорожного движения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.